Добрый день. Наслышно? Да, добрый день. Давайте тогда, наверное, начинать. В прошлый раз мы говорили про векторное представление слов. Был две недели назад, за праздник одна неделя пропала. Сегодня перейдем к разбору базовых задач обработки текста. Базовыми они называются весьма условно. Это скорее мое собственное их разделение. Отличает их от небазовых то, что они довольно сильно приближены именно к лингвистике и как самостоятельные задачи обычно не имеют практического применения. То есть некоторые такие вспомогательные задачи. Так вот, например, если мы посмотрим на небазовую задачу извлечения информации, а именно извлечения именованных сущностей, мы увидим, что на входе мы ожидаем текст, разбитый на предложение токены, а на выходе выдаем множество сущностей. И таким образом решаем какую-то практическую задачу. Однако, если еще раз посмотреть на условия поставленной задачи извлечения именованных сущностей, мы заметим, что мы ожидаем на входе текст, разбитый на предложение и токены. Однако, в большинстве источников данных, источников текстов, сам текст представлен как так называемый plain text, просто набор символов и речи о каком-либо разбиении на токены, и тем более предложения обычно нет. В связи с этим переходим к первой базовой задаче обработки текстов – это сегментация текста. Она как раз базовая, поскольку требуется для почти всех других задач обработки текстов, однако сама по себе сегментация не так уж и интересна. Ставится задача следующим образом. На входе у нас текст, как последовательность символов, и на выходе мы ожидаем как раз текст, разбитый на предложение и токены. Если обратиться к определениям, то предложение – это некоторые единицы языка, которые представляют собой грамматически организованное соединение слов, которое обладает смысловой законченностью, а токен – это минимальные лингвистические единицы текста. Иногда говорят про речь, когда рассматривают обработку естественного языка в задачах распознавания речи, синтеза речи, которая обладает смыслом. Обычно это слово, знаки пунктуации, числа и вот какие-то подобные единицы текста. Иногда рассматривают токены меньше, чем слово. В прошлый раз мы как раз с вами смотрели на такие методы. Более современные методы кодирования предложений также под токенами подразумевают не слова, а единицы меньшего размера, которые на самом деле особым лексическим смыслом не обладают, разве что синтоксическим или как-то так. Но это мы рассматриваем через несколько лекций, а пока будем считать, что вот у нас есть токен, как некоторые минимальные единицы текста, и на самом деле, что это за минимальные единицы текста, зависит от задачи, которую мы решаем. Когда мы решаем задачу отличения минуванных сущностей или похожая задача, имеет смысл работать с токенами как со словами. Перейдем к методам решения. Самые простые и прямолинейные методы решения основаны на регулярных выражениях, с которыми вы все уже познакомились. Соответственно, процесс токенизации, сегментации текста на токены, иногда называется токенизация, на самом деле это в русской литературе неиспользуемый термин, скорее это некоторый такой сленг, калька с английского термина. Соответственно, можно решать регулярными выражениями. Сначала разделяем входную строку по пробельным символам, и дальше все конкурсионные символы, префиксные и постфиксные, то есть которые стоят в начале и в конце получившихся токенов, отделяем. Такой довольно простой метод токенизации текстов показывает неплохое качество, однако в текстах на естественных языках бывают куда более сложные случаи. В общем-то, бывают случаи, которые вызывают вопросы. Вопросы, прежде всего, связаны с тем, а какой ответ правильный. И в зависимости от контекста, от ситуации ответы могут быть разные. Так, например, пунктуационные символы бывают внутри слов, и если мы говорим про, например, инициалы, то, скорее всего, мы хотим разделить все символы на отдельные токены. Если мы говорим про союзы, например, куда-либо, то, наверное, мы хотим оставить его одним токеном, поскольку это одно слово, и у него есть некоторое значение. Если мы разделим на три токена, какая-то часть значения может потеряться или извлечь ее станет несколько сложнее. Кроме того, бывают ситуации, когда подряд идет несколько символов пунктуации. Самый тривиальный пример – это троеточие. Кроме того, бывает разная последовательность символов. Смайлики и всякие такие. И как их считать одним токеном или делить по отдельным символам, не очень понятно. То есть с троеточием, скорее всего, подразумевает, что это один символ, представленный тремя точками. А если ситуация запятая и кавычка, тоже довольно частая, которая встречается в текстах, там в обратную сторону, там должны разделять. То есть наши с вами регулярные выражения довольно сильно усложняются, если мы попробуем учитывать все какие-то крайние случаи, так чтобы сегментация текста работала хорошо. И поэтому часто прибегают к помощи машинного обучения и ставят задачи токенизации следующим образом. Во-первых, сразу считают все подстройки, которые содержат только буквы и цифры, так называемые альфа-нумерик строки, сразу считают токенами, но это скорее просто оптимизация по времени решения. А остальные подстройки пробуют разделить по всем не альфа-нумерик символу, используя бинарный классификатор. Соответственно, для каждого... Здесь, да, безусловно, на слайде не написано, но первый шаг это был, опять же, поделить все по пробелам. Дальше вот эти кандидаты в токены, смотрим, если они состоят только из буквы цифр, значит, это токен целиком. Если нет, то по всем символам, которые нарушают правила альфа-нумерик, мы пробуем разделить и, соответственно, классифицируем каждую позицию, стоит здесь токен делить на части или не стоит. В качестве признаков обычно используются словари, символы, стоящие справа-слева от потенциального места разделения токена, длины токенов-кандидатов и другие признаки. В качестве классификаторов любые классификаторы используются, но нейронные сети я здесь привел так, чтобы было понятно, что их тоже можно использовать, однако конкретно токенизация, которая решается медной бинарной классификацией, я ни разу не видел, чтобы нейронные сети применялись. Обычно все устанавливается на СВМ или логистической регрессии. А можно вопрос? Да. В таком случае для трейна что используется? Для трейна размещается данная... А, то есть вручную, да? Да, да, то есть здесь супервайз-подход полностью. Понятно, понятно. Так, движемся дальше. Бывают и сложные случаи в обратную сторону, когда на самом деле... Сейчас, секунду. Когда на самом деле мы хотим, ну, мы можем хотеть, чтобы наши токены состояли из нескольких слов. Так, например, в русском языке есть составные союзы, и по большому счету их, конечно, можно разделять на отдельные токены слова, например, союз как только. Но при этом, при будущих шагах обработки текста, как, например, в синтаксическом анализе, задача будет усложнена, поскольку союз разделен на две части, и анализатору необходимо будет понять, что на самом деле это одно слово было, и, соответственно, каким-то образом их связать обратно. Синтаксический анализ будем в следующий раз рассказывать, но я иногда в качестве примера буду к нему обращаться. Или, например, в испанском языке, когда возвратная частица отделяется от самого слова в неначальной форме глагола, не инфинитиве. То есть было глагол гемарса, и на форму второго лица он стал теямос. Вот. В этом случае опять же нам хотелось бы при текенизации помнить о том, что на самом деле это все еще одно слово. Вот. Но на самом деле вот таким образом особо никто не пытается ничего объединять и оставляют обычно текенизацию простой и предсказуемой, так, чтобы она делила практически везде. То есть считается, что разделить слово, разделить токен на два ошибочно, это ситуация менее плачевная, чем пропустить какое-то разделение токенов и оставить их объединенными. Поскольку, если мы опять же вспомним прошлую лекцию, то всякие там WordVeg, FastText, они могут пострадать от того, что какие-то токены оказались склеенными. Вот. И, собственно, вторая проблема это как раз склейка токенов в некоторых языках, в русском примерах я не нашел, скорее всего, их нету, некоторые слова умеют склеиваться. Так, в английском языке частица NOT может приклеиваться к глаголу TO BE. И более того, здесь еще сам NOT заменяется на NT с апострофом. То есть, для понимания того, что написано, нам нужно не только разделить слово на два токена корректно, но еще понять, какие замены где были произведены. Так, в испанском языке к глаголам в правилительном наклонении приклеиваются все союзы, не союзы, а все мастеримения. И артикль с предлогом склеивается. Ну, самый, наверное, яркий пример склеивания слов, склеивания слов, когда мы действительно хотим их разделять на отдельные токены, это немецкий язык, где склеиваются подряд идущие существительные, и в результате получаются очень длинные слова. У меня теперь к вам вопрос, почему это плохо, почему здесь мы хотим разделить это большое слово на несколько токенов. Какие-то есть идеи? Вы можете писать в чат, если не хотите говорить. Так, ладно, ну, видимо, это особенность дистанционного формата лекций, потому что обычно аудитория живее как-то реагирует, ну, видимо, просто живое общение на чуть-чуть попроще. В данном случае мы хотим разделять большие слова на несколько токенов, чтобы бороться с проблемой разреженности. То есть, если мы вспомним те же самые модели векторных представлений, типа word, век, glove, то мы там с вами составляли словарь. Слов, ну, и в fast-text, собственно, тоже был словарь слов, наряду словарем символ на ханграмм. И когда у нас слова умеют склеиваться, то из некоторого сравнительно небольшого словаря слов изначального, после их всевозможных склеек, мы получаем, соответственно, существенно больший словарь и проблема разряженности начинает нам мешать еще сильнее. Понятно, что в немецком языке такое длинное слово будет встречаться невероятно редко, и там те же самые векторы для них мы обучить никогда не сможем. Вот, поэтому с проблемой склеенных слов все-таки пытаются бороться, вот, и здесь сложность еще в том, что слова, которые мы хотим разделять, они все еще альфа-нумерик, то есть по старым вот этим правилам классификация у нас с вами не получится здесь ничего делить, или придется классифицировать возможные точки разделения токенов после каждого символа, а это очень неэффективно с точки зрения вычислительной сложности. Вот, поэтому часто прибегают к решению задачи токенизации, вот, в таких случаях токенизации, как задачи разметки последовательности, когда каждому символу назначается одна из двух меток, метка L, что значит, что символ последний в токене, и метка O, что значит, что символ не последний в токене. Вот, и таким образом, применяя какие-либо методы разметки последовательности, любые, это могут быть и нейронные сети, это могут быть CRF, это могут быть марксские модели, можно решать задачу токенизации. Вот, после разделения еще часто происходит замена отдельных слов по словарю, поскольку при склеивании иногда, как мы только что с вами обсудили, слова изменяются. В данном случае не очень может быть заметно, но здесь у части D было ударение, на самом деле при расклеивании этого большого слова на кусочки ударение должно пропасть. И вторая задача, относящаяся к сегментации текста, это определение границ предложений. Здесь, соответственно, задача примерно следующая. На входе мы получаем текст на выходе, текст разбитый на предложение. И есть две постановки задачи, в общем-то, решая это так и так. Первая из них, когда текст у нас последовательность токенов, то есть мы уже токенизацию произвели. И второй вариант, когда у нас текст последовательность символов. Здесь общая сегментация происходит в обратную сторону. То есть в первом варианте мы сначала текст токенизируем, потом делим на предложение, во втором варианте сначала делим на предложение, а потом каждое предложение токенизируем. Но на выходе в любом случае мы получаем текст разбитый на предложение. И здесь Большинство методов так или иначе используют особенности естественных языков, что в языках на письме обычно предложения отделяются друг от друга каким-то фиксированным сравнительно небольшим набором пунктуационных символов. Так в русском языке это только заключательный вопросительный знак. Решение аналогично методу, что часто используется бинарная классификация вот этих самых токенов, точка восклицательный вопросительный знак, является оно концом предложения или не является. Однако есть и более интересные подходы, например, есть подход к сегментации текста, когда у нас решается задача токенизации и определения границ предложения одновременно. На входе мы имеем теперь уже текст как последовательность символов, а на выходе получаем текст, который разбит сразу и на предложения, и на токены. И этот метод очень похож на то, что я рассказывал про разделение склеящихся слов. Токенов решается как разметка последовательности, но здесь уже каждому символу назначается одна из трех меток. Первая метка это, что символ является последним символом предложения, вторая метка, что последний символ токена, и третья метка, что это обычный символ. Но очевидно, что если символ является последним символом предложения, он одновременно будет и последним символом токена, поскольку токены у нас не могут принадлежать сразу двум предложениям. Так, по методам сегментации какие-то вопросы есть? Окей, тогда двигаемся к тому, как мы будем оценивать качество нашей сегментации. Обычное качество сегментации оценивается внутренне, то есть intrinsic метрики оценки, или invi-тронич называется, когда у нас есть эталонная сегментация, и мы наш результат сравниваем с этим эталоном. Так, например, если мы будем применять метод токенизации, который только делит текст по пробельным символам, и сравним с нашим эталоном, где еще пунктуационные символы отделены, то действовать нам нужно примерно так. Вводим классические метрики, точность полнота эфмера, точность считаем как количество правильных определенных токенов на количество предсказанных, полнота, соответственно, количества правильных токенов на количество ожидаемых, и эфмера – это среднегармоническое. В данном случае правильно предсказанный токен – это токен, у которого совпадают границы. Если один символ не попал в токен, какой-то ошибочный, мы его считаем некорректным. В данном случае эфмера получает 10.16, что на самом деле довольно низкая, и задача токенизации решается с очень высоким качеством сейчас, то есть там выше 95-98%. Ну, в общем-то, это тоже зависит от корпусов и от языков, но в целом задача сегментации текста считается решенной. Так, и движемся дальше. Следующая базовая задача – это определение языка текста. И на самом деле задача определения языка текста решается обычно даже раньше, чем задача токенизации и сегментации, поскольку сами методы решения задач сегментации текста могут оказаться сильно зависимыми от языка. Так, например, если нам приходит текст на китайском языке, то там совсем другие правила токенизации должны применяться по сравнению с какими-то европейскими языками. Задача определения языка ставится как задача классификации текста обычно. На входе получаем текст как последовательность символов, то есть еще до сегментации. На выходе хотим получить метку языка из некоторого набора заранее известных меток. Как вы думаете, на слайде первое предложение на каком языке написано? Первое на русском. Да, второе. На украинском? Нет. Польский. Нет, второе на татарском языке. Третье. Англейский. Четвертое. Испанский может. Да, испанский. А последнее? Итальянский. Вы одновременно сказали, я не услышал. Итальянский услышал, нет, от него на второй какой был вариант. Французский. Да, французский. Так, и теперь у меня к вам вопрос, как вы определяли язык, как вы пытались его определить. Здесь наверняка на слайде есть как известные вам языки, так и неизвестные. Когда вы видели неизвестный вам язык, как вы пытались понять текст на каком-то непонятном языке, когда вы его прочитали и смысл не поняли. Как вы пытались понять, на каком языке он написан? Ну, я могу рассказать, как я по-французски понял. Во-первых, там есть ле, вот, я подумал, что это явно похоже на французский. Вот, потом, ну, какие-то сочетания букв, типа Пушкин и вот то, что Москва, она заканчивается на оуу, а это тоже характерно для французского. Вот, но еще эст, как бы, это глагол из латыни, который пришел, вот, и он тоже, ну, указывает на какой-то романский язык, вот, но в сумме указывает на французский. Да, и на самом деле именно такими методами, ну, плюс-минус, и решается эта задача. Так или иначе, используются частоты буквосочетаний в тексте, и по этим частотам мы пытаемся понять, на каком языке написан текст. Так, например, ну, рассматриваем с вами два метода определения языков. Сейчас их, на самом деле, несколько больше. Ну, так или иначе, они почти все довольно неплохо работают для длинных текстов. Первый из них — это метод, предложенный еще в 1994 году, но, тем не менее, он очень часто используется. Это вообще метод для категоризации текстов, то есть классификации текстов по N-граммам. Его теоретически можно применять не только для определения языка, но именно для определения языка он показывает хорошее качество. И метод примерно следующий. Для каждого языка мы строим его профиль. Профиль — это просто топ K символных N-грамм, отсортированных по невозрастанию частоты. То есть мы берем обучающий набор данных, обучающие тексты одного языка, выбираем какой-то N, то есть размер N-грамма, символный, и дальше просто считаем количество N-грамм в нашем обучающем корпусе. Сортируем по убыванию, берем топ K. После этого частоты нам уже сами не нужны, и вот этот список из N-грамм будет профилем. В данном случае для модельного примера я взял N равное единице, то есть у нас униграммы, отдельные символы, и K равное 5, то есть мы берем 5 самых популярных символов из текста. И для русского языка мы получили вот такой профиль. Пробел O-E-N-A. Соответственно, чем больше обучающих текстов, тем ближе этот профиль к реальным частотам символов в языке. И, например, для того, чтобы посмотреть, как работает профиль языка, сделаем то же самое для татарского языка. И, как мы видим, для даже текста, который о том же самом, это текст, краткая биография Пушкина, взятая с Википедии, уже здесь видно, что профиль языка другой, несмотря на то, что все символы, которые сюда попали в этот профиль, они кириллические, тем не менее частоты их совсем другие. И дальше что же мы будем делать, когда к нам придет текст для классификации? Для классифицируемого текста мы извлекаем его профиль, так же, как и для обучающих был. Вот нам пришел какой-то текст, язык которого мы хотим определить. Извлекаем профиль, получили какой-то профиль для текста. Поскольку тегля здесь значительно короче, то даже если язык будет тот же, профиль все-таки немножко так будет отличаться. После этого мы сравниваем профиль классифицируемого текста с профилями языков, то есть тех, которые мы получили по обучающему набору данных, используем при этом out-of-place метрику. Сейчас поясню, что это значит. Мы ставим два профиля рядышком и по профилю документа смотрим для каждой н-граммы в профиле документа, насколько позиция этой н-граммы в профиле языка отличается. Соответственно, если на той же позиции стоит расстояние 0, если не на той же, то смотрим разницу позиций н-грамм. Если такой н-грамм в профиле языка вообще нет, то расстояние считается равным k, то есть количество н-грамм в профиле. Так, для русского языка у нас с вами в профиле документы получилось, что перепутаны местами буквы а и е, и итоговое расстояние по out-of-place получилось 4. А для профиля татарского языка у нас с вами в профиле татарском не оказалось буквы о и n, и поэтому существенно хуже получилось расстояние 13. И из этого мы делаем вывод, что классифицированный текст был на русском языке. Вот основным удобством использования профиля языка является то, что для добавления нового языка, который мы хотим уметь классифицировать, нам достаточно собрать профиль для этого языка и добавить его к коллекции всех профилей. Таким образом расширять нашу модель определения языка текстов очень легко. Нам не нужно иметь обучающие данные для тех языков, для которых профиль уже построен. Вот. И разберем второй метод определения языков, который используется тоже довольно часто. на самом деле я не знаю на практике, какие методы чаще используются. Вот профиль языка мы сами использовали в проекте Текстера очень активный. Он, в принципе, неплохо работает. Но чуть позже я расскажу про сложные случаи, где не работают практически никакие из современных методов. Тем не менее. И, соответственно, переходим к следующему методу, который основан на наивном биосовском классификаторе. И сначала чуть-чуть расскажу про сам классификатор. Есть и ориен байоса о условной вероятности. И мы хотим с вами, грубо говоря, оценить вероятность класса при условии документа, то есть вероятность языка при условии документа, развернув вероятность. То есть мы каким-то образом посчитаем вероятность документа при условии класса, вероятность класса и вероятность документа. Сам классификатор, соответственно, мы строим как argmax от условной вероятности класса при условии документа по всем классам. То есть выбираем самый вероятный класс. По теории байоса разворачиваем условную вероятность. Замечаем, что argmax знаменательный не зависит, поскольку знаменатель просто какой-то нормирующий множитель, и можем его убрать. И получаем собственно сам классификатор. И он все еще не наивный байский классификатор, а просто байский классификатор, поскольку здесь никаких еще предположений не сделано. И в целом, если мы умеем корректно оценивать вероятность документа при условии класса, то этот классификатор будет практически идеально справляться с задачей классификации. Так, теперь разберем, как мы будем представлять, как мы будем моделировать вероятность документа при условии класса и представим наш документ как некоторый набор признаков. К тому, что у нас за признаки, вернемся чуть позже. но вот в общем мы документ используем, заменяем на набор признаков классификации и вероятность документа при условии класса превращается в вероятность набора признаков для документа при условии класса. можем раскрыть вероятность одновременного просто по определению условной вероятности раскрыть вероятность одновременного совершения событий F1, F2 и до FDN в произведении соответствующих вероятностей и дальше собственно делаем предположение о том, что наши признаки взаимно независимы и получается, что P вероятность F2 при условии C F2 то же самое, что вероятность F2 при условии C при условии класса. из того, что признаки взаимно независимы, мы можем существенно упростить вычисление вероятности документа при условии класса. Ну, собственно, оно получается вот таким довольно простым и вот это уже называется наивным байсовским квалификатором. Теперь, значит, дальше мы поскольку произведение вероятности это не очень удобно с точки зрения вычислений, поскольку оно очень быстро начинает быть похожим на ноль. Обычно еще применяют неубывающую функцию к этому произведению и собственно логарифмирует получаем наш классификатор как argmax от суммы логарифмов вероятности. И здесь, соответственно, у нас сумма логарифмов вероятности отдельных признаков, поскольку они у нас взаимно независимы, и еще логарифм априорной вероятности класса. Здесь, собственно, в этой априорной вероятности класса можно зашить как раз какую-то неравномерность распределения класса. Если мы заранее знаем, что в наших данных русский язык будет встречаться в 10 раз чаще, чем английский, то имеет смысл использовать априорную вероятность при обучении классификатора. Теперь от наивного классификатора возвращаемся к задаче определения языка. И в данном случае признаками классификации, то есть перед нашим представлением документов все так же будут буквенные н-граммы, как и в профилях языка. И оценивать параметры будем примерно так. Априорная вероятность класса это либо доля обучающих документов в нашем обучающем корпусе, либо просто единицы на количество классов, если на самом деле мы знаем, что все языки равновероятны. Тогда мы можем фиксировать априорную вероятность и не считать ее по несбалансированному обучающему набору. И оценка параметров. Здесь условная вероятность нашей н-граммы при условии класса это соответственно отношение количества вхождений этой н-граммы в обучающий корпус для соответствующего класса на общее количество н-грамм в этом корпусе. У этого классификатора в нынешнем варианте и в нынешнем варианте оценки параметров есть существенный недостаток, поскольку вообще обработка текстов довольно разреженная обучающих данных обычно они не полные велика вероятность того, что при применении нашего классификатора модель увидит какой-то признак которого раньше никогда не видела. В нашем случае признаки это н-граммы соответственно какое-то сочетание букв, которые при обучении она ни разу не видела. И это приведет к катастрофическим последствиям, поскольку самая вероятность станет равна нулю, то есть того, существитель равен нулю, и логарифм станет неопределенным. Для решения этой проблемы обычно прибегают к методам сглаживания. так, например, часто применяют аддитивное сглаживание, когда при оценке вероятности н-грамма при условии класса и в числитель, и в знаменатель добавляют некоторое небольшое число эпсила. при этом, соответственно, на самом деле с точки зрения строгого определения вот это вот P перестает быть вероятностью, потому что если мы сложим по всевозможным н-граммам, мы получим число больше единиц теперь уже. Но тем не менее, если мы берем эпсилон достаточно небольшой, то это не приводит к каким-то катастрофическим последствиям, просто мы получаем очень-очень низкий алгоритм, то есть модель штрафует за неизвестные признаки сильно, но при этом если, например, не для одного класса не было какого-то н-граммы, получится так, что для всех классов мы получаем неопределенное значение, ну, ноль, грубо говоря. Так, и посмотрим теперь, как это работает все. Вот у нас все те же два текста наш обучающий набор, один текст на русском языке и один на татарском, апрельной вероятности языков одна вторая. Для русского языка опять же мы берем н равный единиц, то есть по униграммам считаем наши признаки униграммы, и, соответственно, мы для каждого сингла посчитали количество вхождений, применили сразу аддитивное сглаживание, эпсалон взяли равным единице, то есть мы в числитель единицу добавляем а в знаменатель количество символов в нашем обучающем корпусе, количество различных символов в нашем обучающем корпусе, грубо говоря, алфавит. и считаем условные вероятности символов при заданном языке для русского языка, для татарского языка, и дальше получаем на вход классифицируемый текст. Секунду. Так, получили на вход сейчас прошу прощения, что-то у меня начал подтормаживать компьютер и там странно переключать слайды. Да. Получили на вход классифицируемый текст и для каждого из классов считаем C с крышечкой вот этот некоторый вес его логарифм вероятности. Логарифм. Ну, там невероятность, поскольку мы от нормирующего множителя P от D избавились. Там, на самом деле, не алгорифм вероятность, некая оценка просто. Соответственно, считаем по формуле для русского, для татарского языка. Для русского получаем число меньше, чем для татарского, больше, чем для татарского. Это значит, что вероятность того, что это русский язык, больше, чем вероятность того, что это татарский язык. Но кроме этого, можно еще вернуться к вероятностям, применив softmax, и узнать, насколько вероятнее. И в нашем примере, когда у нас для русского оценка получилось минус 953, а для тотальского минус 1066, там понятно, что вероятность русского языка сейчас выше. Лучше, применяя softmax, мы получаем практически единицу вероятность русского языка. Но бонус как раз подхода с наиболее большим классификатором, что мы можем использовать не весь текст для классификации, а пока вероятность нашего языка не станет выше какого-то порога. Так, например, для первых 30 символов из классифицированного текста, вероятность того, что текст написан на русском языке, а не на татарском, уже 99,7%. Что, в общем-то, достаточно для того, чтобы не тратить больше времени и сказать, что текст на русском языке. Бывают безусловные исключения. На слайде я привел график в зависимости вероятности русского языка от количества символов, сколько прочитал классификатор. На практике часто берут не первые символы, не первые энграммы, а случайные энграммы из текста. Обычно это тоже еще сильнее ускоряет процесс классификации. Так, итого, подытожим правоопределение языка. Определение языка – задача многоклассовая классификация. Объекты – тексты. Классы – это метки языков. Признаки классификации – это энграмма по символам или слова из словаря. Но довольно редко к этому прибегают. Сейчас поговорим об этом еще. И классификаторы используют здесь и мультиклассовую версию SVM, и наивный байсовский классификатор. И иногда используют в том числе и нейронные сети. Но на самом деле для этой задачи что-то сильно сложнее наивного байсовского классификатора и не требуется. Он для длинных текстов показывает уже сравнительно неплохое качество. На собственной практике могу сказать, что модель FastText, то есть классификация по FastText показывает результат обычно лучше, чем профили и наивный байсовский классификатор. То есть по собственному опыту могу сказать, что FastText, наверное, один из лучших классификаторов для определения языка для не очень экзотических случаев. Так, и, собственно, поговорим о том, каким образом мы будем оценивать качество. Если для бинарной классификации все довольно просто, мы строим Confusion Table и дальше по ней умеем считать основные метрики классические. Это Accuracy, Precision, Recall и F1. Accuracy и Precision на русский язык, к сожалению, переводятся одинаково, переводятся как точность. Поэтому, когда по-русски говорят про метрики, обычно уточняют точность Precision, точность Accuracy. Ну, были попытки развести эти переводы, но как-то не прижилось. Так, а когда мы говорим о многоклассовой классификации, а задача определения языка – это именно многоклассовая классификация, у нас получается несколько сложнее ситуация. Это у нас с вами уже не Confusion Table, а Confusion Matrix, где у нас в строках указываются количественные оценки для предсказанных классов, по столбцам ожидаемые классы. Соответственно, таким образом заполняем табличку, то есть каждый текст классифицируем, знаем, где он должен был оказаться, знаем, куда наш классификатор классифицировал, в соответствующую ячейку добавляем единичку. Таким образом строим Confusion Matrix, и дальше для оценки общей задачи многоклассовой классификации для каждого отдельного класса встроим Confusion Table. Таким образом выбираем соответствующую строчку и столбец для класса и суммируем в True Positive, True Negative, False Positive, False Negative. Таким образом для каждого класса получаем свою Confusion Table и свои оценки Precision Recall F1. И после этого усредняем их. И в усреднении есть разные варианты. Есть вариант макроусреднения, когда мы берем уже оценки Precision Recall F1 и их усредняем. Бывают варианты с взвешенным макроусреднением, когда мы учитываем еще и количество примеров того или иного класса, с тем, чтобы попытаться избавиться от перекоса оценки в сторону самого популярного класса. Но здесь на самом деле пытаемся решить проблему несбалансированной тестовой выборки. когда ошибки в классификации редких классов влияют на общую оценку качества существенно больше, чем ошибки в частых классах. Так, и микровариант усреднения, но он довольно редко применяется в мультиклассовой классификации. Здесь, собственно, мы усредняем именно confusion table и получаем и Precision Recall F1 равными и равными accuracy на самом деле. Вот, теперь немножко поговорим о сложностях задачи. И основная сложность языка и, собственно, нерешенная часть этой задачи – это обработка очень коротких текстов. Так вот, у нас есть текст, и мы, в общем-то, без труда можем понять, на каком языке. Это на русском языке. Второй текст на каком языке? Белорусский. Белорусский. Вот это на каком языке? Допустим, украинский. Украинский. Вот это? Казарский. Казахский. Болгарский, это мне кажется. Да, это болгарский. И дальше еще твой язык, который вряд ли сможет так определить. Суть здесь в том, что текст настолько короткий, а языки настолько близкие, что, в общем-то, разница в строчках не очень большая. То есть вот сейчас вот, который на слайде, нижний, от болгарского отличается одним только символом. Нет, это македонский, а вот это вот сербский. Вот. И в целом видно, что языки настолько близки, что если у нас с вами короткий текст, ну, в данном случае он экстремально короткий, в реальности там, если рассматривать какой-нибудь Twitter или какие-то комментарии в соцсетях, там тоже бывает так, что семь или восемь слов, этого может быть недостаточным для того, чтобы модель смогла понять различия между языками. И именно в таких случаях часто прибегают к словарным методам. То есть мы, кроме того, что используем анграммы, еще пытаемся искать отдельные слова в словарях для языков. И как раз за счет этого качество классификации и повышается. И именно поэтому модель FastText работает лучше, чем профили и наивный боевский классификатор, потому что она строит вектор по слову из словаря и по инграммам из словаря. Вот. И второй вариант сложности обработки языка, собственно, более сложной постановки задачи, когда у нас приходит текст, который де-факто сразу на нескольких языках. И здесь, собственно, большинство методов ошибается. То есть даже те же самые Google Translate или Яндекс.Переводчик скорее всего не сможет понять, на каком языке написан соответствующий текст. Как вы думаете, на каких языках эти тексты? Ну, сразу про все три. Они на разных, конечно, языках, но... Давайте про последний. Вот последний текст на каком языке? На английском. Да, он на английском. Несмотря на то, что большинство символов здесь кириллический и на русском языке. Не знаю, как сейчас, но год назад, когда этот пример создавал, и Google Переводчик, и Яндекс.Переводчик считали, что этот текст на русском языке. Вот. И, собственно, на самом деле, определять на каком... Когда человек определяет, на каком языке написан тот или иной текст, он пытается, кроме того, чтобы прочитать его и посмотреть на символные составы, понять его структуру. То есть провести уже некоторый анализ более глубокий. И в данном случае мы должны провести некоторый синтаксический анализ, найти сказуемое, как самое главное слово в предложении, и по тому, на каком языке подлежащий сказуемое, как раз мы и определим на каком языке текст. Вот. Но можно, опять же, рассматривать задачу чуть сложнее, не как задачу многоклассовой классификации, как, опять же, задачу разметки последовательности, и пытаться определять, на каких языках написаны фрагменты текста. Вот. Но исследований таких я особо не видел. И, наверное, связано это все-таки прежде всего с тем, что таких примеров не очень много, а для довольно длинных текстов задачу вполне можно считать решенной. Задача определения языка. Так, по задаче определения языка какие-то вопросы остались? У меня вопрос. А вот если мы посмотрим, допустим, на первую и на вторую цитату, то мы видим, что фразы на другом языке, а не на основном, они в кавычках заключены. Вот. Можно как-то от этого отталкиваться? Ну, то есть... Да, можно, безусловно. Ну, здесь, скорее, просто у меня не хватило фантазии для того, чтобы придумать действительно тексты на двух языках, но обычно на других языках бывают как раз названия. Они либо в кавычках, либо из больших букв, и как раз в том числе это может являться хорошим признаком для решения задачи выделения именованных сущностей, потому что там в англоязычной литературе очень часто имена людей, которые пишутся не по-английски, они также и сохраняются. То есть там и диакритические знаки все сохраняются, иногда какие-то символы не из латиницы. И, в общем-то, как раз это в том числе часто используется как признаки того, что это какое-то имя собственное. Вот. А если мы на третий пример посмотрим, то там нет никаких кавычек, и такой подсказки хорошей нет. А можно тоже вопрос? Вот когда, например, русско-английский текст, но вот, например, он чисто русский, но туда вставляют сленговые слова на английском. То есть, например, people, и так по-русски транслитом и пишут, типа, people, вот, или там Apple, Apple. То есть это как задача в данном случае решается? Или есть какая-то отдельная задача по вот этим вот заимствованным словам? Ну, это, да, это не задача определения языка. Очевидно, когда мы вносим в тексты какие-то кальки с других языков, ну, вот, как транслитированные, например, слова, это будет бить по качеству модели определения языка. Она же смотрит на частоты n-грамм. Частоты n-грамм для транслитированных слов будут, ну, там, н-граммы не свойственны для языка обычно встречаются. Вот. А сама задача поиска англицизмов и сленга – это отдельная задача. Вот. Мы в рамках этого курса рассматривать не будем, но, если интересно, я могу попробовать порекомендовать литературу, но не сейчас, наверное, а через неделю я смогу это порекомендовать. Именно по поиске сленга. У нас в том числе проводилось такое исследование о том, чтобы в социальных сетях находить сленговые выражения и строить для них векторные представления. То есть у нас, грубо говоря, была уже готовая модель эмбейдинга, и мы хотели для тех слов, которые мы встречаем в текстах социальных сетей, для которых не оказалось эмбейдинга, предполагать какой-то разумный эмбейдинг, то есть каким-то образом понимать, каким словам эти сленговые слова ближе, чем к другим. Вот. Но это было довольно давно, и с того времени наверняка уже все далеко вперед убежало. Вот. Тогда, если интересно, напишите мне в Телеграме, и я рекомендую литературу. Хорошо. Так. Переходим к следующей задаче, базовой. Это задача морфологического анализа. Здесь уже на входе у нас предложение, как последовательность токенов. То есть мы уже ограничиваемся обработкой одного предложения, не всего текста. И кроме того, мы уже можем считать, что знаем его язык. А на выходе мы хотим получать морфологические метки для каждого слова. И под морфологической меткой сейчас мы подразумеваем только часть речи. Так, в каждом языке зафиксированы свои части речи, но в целом они почти везде пересекаются, и это существительный, прилагательный глагол. В некоторых языках есть, например, артиклей в некоторых нет. Так или иначе, для каждого языка есть какой-то фиксированный набор части речи, как меток, и мы пытаемся их предсказывать. Это как раз одна из самых классических постановок для задачи разметки последовательности. Здесь очевидно, что метки слов, часть речи слов зависит от части речи соседних слов. И, собственно, решается как задача разметки последовательности. Самая последовательность у нас уже размечена метками. И методы используют CRF, рекуррентные нейронные сети и рекуррентные нейронные сети CRF. Вот эта вот самая сеть, Биолист и МЦРФ, в целом до недавнего времени была одной из лучших в решении задачи морфологического анализа. В качестве признаков сейчас в основном используются только векторные представления, причем как слов, так и частей слов. В принципе, использовались суффиксы, префиксы, слова, стоящие справа, слева, признаки капитализации, в общем, какие-то такие вот признаки, касающиеся формы написания слова. Ну и сейчас уже довольно давно, уже лет, наверное, 7, когда в основном используются только векторные представления. И именно для задачи морфологического анализа очень эффективно использовать модели векторных представлений типа фаст-текста, которые в себе кодируют не только само слово, то есть эллипсическое значение, но и часть слова, энграммы, которые часто хорошо отражают синтаксическое значение, а, собственно, часть речи – это часть синтаксического значения слов в предложении. Что касается оценок качества, то здесь используются обычно метрики многоклассовой классификации, то есть каждое слово в итоге рассматриваем как отдельный классификационный пример. Уже в момент подсчета метрик качества мы не используем информацию о том, что метки слов связаны между собой и просто считаем, как задача многоклассовую классификации каждого слова. Но иногда еще используется метрика Sentence Security – это количество правильно разобранных предложений среди всех предложений. Используется она прежде всего в мотивационных целях, чтобы показать, что на самом деле, несмотря на то, что по метрикам многоклассовой классификации задача морфологического анализа, то есть определение части речи, решается с качеством выше 98%, в реальности именно правильно разобранных предложений существенно меньше. То есть Sentence Security в районе 80%, а поскольку это базовая задача обработки текстов, и часто она выполняется на начальном каком-то этапе, перед более сложными задачами, то ошибка на этом этапе может стоить дорого. Тем не менее, задача именно от портовских теггинга считается уже решенной. Однако все еще продолжаются исследования другой немножко в установке задач морфологического анализа с более богатыми метками. То есть на входе все так же предложение, определенное на токены, а на выходе мы хотим морфологическую метку для каждого слова, где морфологический меток это часть речи плюс грамемы. Грамемы — это значения грамматических категорий. Они, опять же, разные, причем они разные, они различаются не только среди языков, но и среди отдельных частей речи. Некоторые грамматические категории имеют смысл, другие нет. Так, например, для существительных имеет смысл род, число, падеж, для каких-нибудь союзов, не имеет смысл ни одна из этих грамматических категорий. Вот, таким образом, у нас получается, что для каждого слова мы ставим в соответствии богатую метку, так вот, Александр — это существительное, мужского рода, единственного числа, именительный падеж, одушевленный. Вот, примерно, как вот в школе делали на уроках русского языка. И здесь прям так прямолинейно применять такой же метод типа BLSTM-CRF не получится, в силу того, что CRF имеет квадратичную сложность от количества классов. Если мы просто посчитаем количество меток, вот этих богатых, мы получим довольно большое число. Так, есть, например, корпус Universal Dependence и Сентагруз. Мы о проекте Universal Dependence немножко поговорим на следующие лекции. И даже вот в одном этом корпусе получается 733 разных метки, и это очень много. При этом, к сожалению, бывают еще и редкие случаи, когда метк в корпусе встречается всего пару раз. Более того, несмотря на то, что этот корпус довольно большой, я думаю, что очень многие комбинации грамматических значений, которые бывают в реальном языке, могли вообще ни разу не попасть в этот корпус. И, собственно, в качестве решения обычно используют разделение метки на кусочки. То есть, мы разделяем метки по грамматическим категориям, и каждому токену теперь назначаем не одну метку общую, а по одной метке из каждой категории. В каждую категорию, кроме части речи, мы еще добавляем специальное значение, которое пустое, которое означает, что эта категория не имеет смысла. И задача формулируется как multilabel classification. То есть, она у нас получается multilabel, multiclass, разметка, последовательность. Вот. И в качестве решений часто используются все те же рекуррентные сети, и выход этих сетей подается в отдельные классификаторы, которые между собой уже более-менее независимы. Но здесь бывают разные варианты, здесь, собственно, фантазии нет предела, иногда берут отдельный классификатор части речи, и его выход в том числе используют в классификаторах для других грамматических категорий. Иногда делают все независимо, и, в общем, здесь как раз еще идут исследования, и какого-то идеального решения пока еще нет. При применении вот такого классификатора с независимыми головами бывают проблемы, например, при таком подходе может получаться неправильная метка, неправильная в смысле именно некорректная. Могут появляться у предлогов союзов какие-то грамматические категории, типа род, число, падеж, и это неправильно. Бывают более сложные случаи, так у глаголов настоящего времени рода не бывает, у глаголов прошедшего времени бывает, понятие времени у существительных не определено, ну и, в общем, таких ограничений на самом деле довольно много. И в качестве решения используется именно эта проблема, либо сбор множества возможных метод из корпуса, либо задание каких-то ограничений, правил, то есть именно с помощью лингвистов обычно прямо отсекаются какие-то варианты комбинаций грамматических категорий, и они просто не используются. И далее мы определяем наиболее вероятную метку не как просто комбинацию выходов этих классификаторов, просим каждый классификатор нам взвесить каждый из меток, и дальше общую метку мы получаем произведением вероятностей соответствующих кусочков этой метки, и берем самую вероятную среди корректных. Но так или иначе морфологический анализ даже в такой постановке уже более-менее решенная задача, то есть там качество тоже выше 90% уже довольно давно, то есть наверное уже там приближается к 95%. Здесь соответственно основная проблема это проблема качественности корпусов размеченных, потому что многие лингвистические корпусы размечались руками, люди иногда ошибаются специально или не специально, и так или иначе качество решения этой задачи моделями машинного обучения уже близко к тому, насколько качественно размечены тестовые корпуса. Это касается не только наверное задачи морфологического анализа, токенизации, но также более сложных задач, например изучение именованных сущностей, где тоже качество решения задачи уже приблизилось к качеству разметки корпусов. Так, и на сегодня у нас еще одна базовая задача нормализация слов, которая также называется лимитизацией слов. Здесь задача ставится следующим образом, на входе у нас предложение или просто какая-то последовательность слов, в смысле токенов, в смысле словосочетания какое-то, и на выходе мы хотим получать последовательность лемм, слов в нормальной форме. Нормальная форма слова это его каноническая форма, то есть некоторая словарная форма. И для каждой части речи она определен по-своему, для существительных это единственное число именительный падеж, для прилагательных единственное число именительный падеж мужской род, логолов инфимитив и так далее. а для каждой части речи есть какая-то нормальная форма на определение. Собственно, эта задача довольно-таки похожа на задачу разметки последовательности, но таковой не является. Потому что на выходе в этой задачи у нас слова, а не классы. То есть чисто теоретически их можно представить как классы, но их окажется слишком много. То есть размеры словарей даже нормализованных. Когда у нас в словаре записаны только слова в нормальной форме, это все равно сотни тысяч слов. И устроить классификаторы в сотню тысяч классов – это практически невозможная задача. И кроме того, сами слова на выходе не связаны между собой, слова в нормальной форме. Они связаны только через слова в ненормальной форме, то есть через входное предложение. Поэтому на самом деле задача нормализации слов обычно ставят все-таки как… На слове слова, на входе слова, на выходе мы хотим получать лему, то есть слово в нормальной форме. Однако все-таки используется часто контекст, потому что в зависимости от контекста слово может плематизироваться по-разному. Процесс построения леммы в многих языках, не во всех, но в русском, в английском и, в общем-то, во многих европейских языках происходит следующим образом. Удаляется суффикс слова-форма и добавляется суффикс нормальной формы слова. И аналогично может происходить с префиксом в некоторых языках. В русском такого не бывает. В русском языке приставки не отбрасываются при нормализации слов. Так, и рассмотрим идейно два метода. Один прям совсем поверхностно. Раньше я его рассказывал подробно, но на самом деле со времени, когда этот метод был хорошим, популярным, прошло уже 10 или 11 даже лет. И он уже устаревший, но с точки зрения общего кругозора, хорошо бы тоже о нем иметь представление. Кроме того, для некоторых языков, например, для английского, он показывает сравнительно неплохие результаты, несмотря на свою простоту. Это метод лимоген, он основан на правилах. Правило записывается в форме ripple-down-rules, то есть водопадная такая форма. Каждое правило записывается в форме, если какое-то условие, тогда вывод, кроме и в исключениях мы пишем другие условия. Так, конкретно для лимитизации условия – это у нас суффикс слова, вывод – это некоторое преобразование, то есть замена одного суффикса на другой, и исключение, соответственно, это какие-то другие суффиксы. Таким образом, для английского языка фрагмент набора правил лимоген, если суффикс пустой, то ничего не делаем, если на конце – d, тогда его убираем, если на конце – t, тогда заменяем на – t и так далее. Таким образом, можно строить правила. Возвращаясь к тому же проекту Texterra, который у нас разрабатывался, у нас там для русского языка был обучен как раз лимоген, но с небольшими усложнениями, но так или иначе он был на правилах, работал довольно сносно, но сейчас уже появились более совершенные методы. Идею одного из них мы сегодня еще посмотрим. Так, и другие варианты решений – это рассматривать задачу нормализации слов как задачу многоклассовой классификации, но в качестве классов использовать не слова, собственно, не леммы, а либо суффиксы слова форм суффиксы лем, либо правила преобразования суффиксов, но и аналогично для префиксов. То есть, грубо говоря, у нас, вот как в лимогене, есть правила замены типа o, t, n, i, t, и это мы можем использовать как раз как некоторый класс, который мы будем классифицировать. Если нормальных форм слов у нас более сотни тысяч, то таких правил лимитизации будет, скорее всего, не больше нескольких сотен, даже в очень экзотических этих случаях. И такая задача классификации уже выглядит существенно более разрешимой, но, правда, все еще страдает от того, что классов довольно много. В качестве признаков используются часто отдельные символы слова, морфологические признаки, поскольку очевидно, что от части речи сильно зависит, какие правила преобразования суффиксов вообще имеют смысл. Здесь же и векторные представления слов, векторные представления отдельных морфем, но, то есть, здесь тоже кто во что гораст. В качестве классификаторов обычно используются нейронные сети, просто в силу того, что более классические модели машинного обучения редко могут работать с таким большим количеством классов. И классификаторы здесь используются сети довольно глубокие. Важная проблема всех таких подходов – это слова-исключение. То есть, в любом языке есть такие слова, которые изменяются непохожим на остальные образы. И очень часто такие слова просто вкладываются в отдельных словарях, и мы пытаемся его использовать для того, чтобы подтянуть качество классификации для неправильных слов, для слов-исключения. Но есть еще другой популярный метод решения, и он вообще другой метод решения задачей нормализации. Он использует… Эта задача формулируется как задача sequence to sequence, то есть мы с вами знаем задачу классификации текстов, разметки последовательности. И вот следующий вариант постановки задачи вообще любой машинного обучения – это задача sequence to sequence, то есть преобразовать одну последовательность в другую. И здесь, в отличие от разметки последовательности, длина последовательности выходной может не совпадать длиной входной последовательности. Используется часто энкодер-декодер архитектуры сети, соответственно, входное слово, то есть словоформа какая-то, которую мы собираемся нормализовывать, подается в энкодер, там кодируется, и после того, как закодированное представление этого слова попадает в декодер, декодер генерирует нужную последовательность. Если говорить о задачах нормализации, то часто прибегает к тому, что входное слово мы делим на отдельные символы, иногда на морфемы, но в основном все-таки символы. Как работает энкодер? В простейшем случае там внутри находится какая-то рекуррентная сеть, например, LSTM может быть несколько слоев, LSTM может быть что-то чуть сложнее. Мы еще будем рассматривать более сложные варианты sequence to sequence, но через несколько лекций. В простейшем варианте там, например, LSTM мы для отдельных символов строим их векторное представление, подаем по очереди, кормим в этот LSTM, и после того, как мы скормили последний символ, мы получаем вектор, который кодирует всю последовательность, имеет какое-то представление об этой последовательности. И далее, соответственно, мы передаем этот вектор в декодер, подаем декодеру специальный сигнал, старт, специальный символ, специальный токен, и декодер начинает нам генерировать символ ответа. Декодер-сеть авторегрессионная, то есть мы подаем на вход в следующий шаг выход предыдущего шага. Таким образом, мы подаем символ старт, получаем символ и, подаем его обратно в сеть, получаем символ R, и так далее, пока сеть не генерирует специальный символ end, значит, конец последовательности. Примерно так работают методы sig to sig. В задачах нормализации используются уже довольно сложные сети и энкодеры, и декодеры. Но общая идея, энкодер-декодер, архитектура, она вот такая вот, в варианте секунс по секунс. И, собственно, проблемы, которые все еще остаются в сложности задач нормализации, это прежде всего грамматическая монемия, когда разные слова в некоторых мархиологических формах выглядят по-разному. Как в русском языке слово «трем» может быть как глаголом «тереть», так и «чувствительным» «три», и в английском языке, там вообще сплошь и рядом, там практически любое слово может быть как глаголом, так и «существительным», и как глагол может изменяться, как существительность тоже изменяться. Так вот, например, слово «left» может быть как «лево», так и «покидать» в прошедшем времени. И, собственно, в качестве решения очень часто используют информацию о морфологии слова. То есть мы, опять же, возвращаемся теперь от классификации отдельных слов к классификации последовательности слов. Но используем последовательность слов только для того, чтобы кодировать информацию о некоторой морфологии, о некотором контексте этого слова. То есть таким образом, если мы будем одновременно решать задачу морфологического анализа и задачу лимитизации, какие-то промежуточные слои из нейронной сети, которые решают задачу морфологического анализа, можно использовать как входы для основной нейронной сети, для задачи нормализации слов. Вот такой подход называется перенос знаний очень часто или multitask learning. и для многих задач обработки текста дает существенный прирост качества. Так, ну и осталось пару слов про оценку качества задачи лимитизации. Используются две метрики. Классическая точность и curacy, которая означает просто количество правильно нормализованных слов на общее количество слов. Но такая метрика используется не очень часто, потому что она получается визуально сильно завышенной. И даже очень простые методы нормализации слов, которые просто запоминают словарь и выдают слово из словаря, будут иметь очень высокое качество. Просто в силу того, что очень многие слова моделька уже посмотрела в процессе обучения и знает, как они нормализуются. И таким образом обобщающую способность практически невозможно оценить по вот этой метрике. И поэтому для задачи нормализации слов используют, часто приводят метрику точность среди неизвестных слов. Мы из тестового корпуса, уже после разметки, считаем только те слова, которые, те словоформы, которых не было в обучающем наборе данных. Таким образом, вот этот total out of vocabulary, он существенно будет меньше, чем просто total. Зато мы сможем увидеть, насколько действительно наш метод нормализации слов умеет нормализовывать слова, а не просто запоминать правильный ответ. Если вопросов нет, то на сегодня, наверное, все. И в следующий раз будем говорить про синтактический анализ. Всего тогда, всем спасибо. И напоминаю еще раз, что завтра запланирована консультация по практическому заданию. Вот, если какие-то есть вопросы, которые хотелось бы осветить на этой консультации, кроме того, как выглядит бейзлайн, то напишите сегодня, чтобы мы успели подготовить ответ хорошее. Все тогда, всем спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok